Субтитры делал DimaTorzok Недетская схватка по Counter-Strike между командами CSKA и Aggressive Attack Шведская команда Les Seules, состоящая из девушек-про-геймеров, подошла к финальной стадии съемок своего фильма Play Us Который призван ознакомить широкую общественность с особенностями тяжких игровых будней шведских красавиц В съемках девушкам помогали профессиональные операторы Фильм обещает стать культовым в среде киберспорта, ведь девушке здесь на вес золота, да к тому же еще и модельной внешности Известный немецкий журнал PC Action опубликовал предварительный обзор Team Fortress 2 Самым интересным моментом обзора стало озвучивание предварительной даты выхода финального релиза Конец сентября 2007 года Насколько это соответствует действительности, нам еще предстоит выяснить Однако желаемая цель, по всей видимости, была достигнута Игровая общественность живо стала смаковать эту новость на обоих полушариях планеты Живая легенда про геймерство 27-летний Лим Йо Ван, больше известный как император тиранов Боксер Служит ныне в воздушных вооруженных силах Южной Кореи Руководство армии даже создало свою команду по игре Startcraft И попросило боксера войти в ее ряды Серьезное издание Los Angeles Times сравнивает это событие с возвращением Элвиса из армии Но если тогда речь шла о короле рок-н-ролла, то теперь под софитами звезды нового времени Звезды киберспорта Почти целую неделю в немецком городе Ганновер блистала на весь мир крупнейшая выставка информационных технологий Cebit 2007 В рамках выставки были сыграны финалы сразу двух крупнейших кибертурниров Samsung Euro Championship 2007 И Extreme Masters Лучшими оказались игроки из Польши и Франции Российский же игрок Deadman, к сожалению, занял лишь пятое место Добро пожаловать в школу виртуального спорта! Сынки, сегодня у нас Counter-Strike Это самая популярная сетевая игра в мире Сейчас мы расскажем об основных особенностях Counter-Strike Source В игре есть две противоборствующие стороны Террористы и контртеррористы Перед ними стоит задача полного уничтожения друг друга Или, в зависимости от карты, выполнения других миссий Каждый раунд ограничен по времени Команда, которая не выполнила задачу карты, проигрывает В начале каждого раунда по результатам предыдущего вам начисляется определенная сумма денег Деньги можно получить несколькими способами Первый, командная победа Второй, проигрыш команда, но вы все-таки смогли кого-нибудь убить Третий, даже если вы проиграли, вы все равно получите небольшую сумму денег В каждой команде есть четыре персонажа Они отличаются только внешним видом В основном играют на нескольких популярных картах Дэдаст 1 и 2 ЦС Ассалт Дэдстек И несколько других Приставки Д и ЦС обозначают задачи карты Разминирование И спасение заложников соответственно На всех картах есть несколько вариантов прохода На картах с бомбами есть два места для закладки А заложники могут находиться в разных комнатах Не забудьте вывести всех С основными особенностями игры Counter-Strike Source мы закончили Мы виртуальная школа Учитесь на пятерке Пока бесплатно Разойдись Смотрите далее Новейшие киберспортивные девайсы И то, чего все так долго ждали Недетская схватка по Counter-Strike между командами CSKA и Aggressive Attack Ветераны кибервоин, особенно в клубах, прекрасно знают, что такое хаб Однако, когда у всех на устах слово эргономика Возникают довольно интересные вариации этого устройства Таковым является Soft Hub USB 2.0 Выполненный в виде подводной мины резиновый корпус не боится падений Да и просто радует глаз Стоит так и в удовольствие всего 24 вечно зеленых доллара Золотое правило выездных кибертурниров гласит Моя мышь всегда со мной Однако, наличие проводов не позволяет положить ее, скажем, просто в карман Теперь эта проблема решена японской компанией Senvo Анонсировавшей USB-мышь модели MAMA 2 Она имеет корпус со складным типом кабеля Который аккуратно прячется внутрь Цена этого уникума составляет 27 долларов США Кибергонщики, ликуйте! Известный онлайн-магазин Brando Начал продавать мыши, отличающиеся необычным дизайном Пусть в гонках она вам и не понадобится Но зато у нее теперь есть все атрибуты и узнаваемые обводы железного коня Есть даже светодиодные фары Технически она стандартна Сенсор 800 DPI Подключение как по USB, так и по радиосигналу Продолжая гоночную тематику, обратим взоры на ультрасовременный руль GM3200 Вот неплохой список достоинств этого шедевра Встроенная функция вибраций Гибкие индивидуальные настройки Прилагающиеся педали тормоза и газа Два рычага переключения скоростей Руль универсален, подойдет как владельцам ПК, так и фанатам PlayStation 2 Предполагаемая цена порядка 50 евро Сегодня мы покажем вам матч между командами CSKA и Aggressive Attack Сокращенно АГАТ Место действия карты The Forge Давайте познакомимся с участниками этой схватки Итак, CSKA Петр Вотер Бартаков, капитан команды, 19 лет Михаил Досер Столяров, 18 лет Его брат, однофамилец Сергей Фокс, 20 лет Руслан Добер Шерифулин, 21 год Дмитрий Ганс Мазурик, 19 лет CSKA имеет приличную историю Многие топовые игроки поиграли за эту команду Были неплохие результаты Ребята молодые и у них все еще впереди Но уже сейчас команда CSKA это очень непростой соперник С которым точно нельзя расслабляться Их соперники Команда Aggressive Attack Капитан команды Сергей Вест Уколов, 24 года Владимир Дарк Уваров, 21 год Евгений Куку Рус, 23 года Алексей Овердрайв Бирюков, 21 год Дмитрий Хэт Следченко, 18 лет Агрессивная атака не сразу пришла к такому составу В итоге мы имеем команду из четырех опытных игроков, которые играли за многие топовые команды России Агат это достаточно молодой проект, но принципы работы этого клуба намекают, что в будущем это крайне серьезный клуб и опасный соперник Уже сейчас эта команда показывает хорошие стабильные результаты Во многом благодаря опыту своих игроков и грамотному руководству А теперь переходим к делу Команда ЦСКА на карте The Forge против Агата Что ж, посмотрим, к чему это привело Очень важный первый раунд Его итог решает исход последующих двух Агат решили не мудрить и идти наверняка с расчетом на то, что игроки ЦСКА распределятся по всей карте Агат сконцентрировали атаку на бомб-плэнт Б Один игрок отправляется по проходу на парапет перед Б Остальные четверо бегут по новому проходу на сам бомб-плэнт Б Атака выглядит следующим образом С выхода на парапет кидается флеш-граната, чтобы ослепить людей внизу, рядом с бомб-плэнтом А это в свою очередь, чтобы остальная четверка смогла спокойно выбежать, занять плэнт и поставить бомбу Но ЦСКА тоже не лыком шиты Они прекрасно понимают, что на этой карте вероятность атаки больше всего на Б Оставив одного игрока охранять плэнт А, была закинута анти-рашевая флеш-граната Дося остался на хелпе Ганс и Фокс решили выстроить башенку на подходе бомб-плэнта Они как раз и отвечали за контроль выхода к самому бомб-плэнту Им сверху с парапета помогал Уотер Выходящие на Б-агатовцы сначала видят Уотера, который пытается придумать, в какую из четырех голов стрелять Фокс с Гансом начинают помогать своему тиммейту Благодаря ящикам агатовцы умудряются спрятаться и тут же поставить бомбу Добер, как только услышал, что атакуют Б, побежал атаковать в спину Уотер немного попятился, рассчитывая, что Ганс, Фокс и Досик отстреляют молодцев, выходящих на Б Вест остается контролировать проход к ним А вот Хэт и Дарк успели быстро подняться к Ватеру, чтобы тому не дать выйти и заодно не суетиться перед тремя другими контрами Но овердрайв не выдерживает Он решил, что его 10 хп лишний и выходит постреляться Естественно, Доси его убивает Дарк с Хэдом начинают атаковать Ватера, пока тот один, и Дарк его убивает Далее Вест реализует свою позицию, не давая Гансу пройти на сам бомб-пленд Доси, замечая это, проходит потихоньку к бомбе, пытаясь найти голову Веста Но все забыли, что есть еще Ку-Ку, который отошел немного назад в проход И оттуда в спину убивает Досю Тем временем, Добер добирается до выхода на парапет Б, но Вест это услышал и встречает градом точных выстрелов Остается только Фокс, который все же пробрался к пленту, оттуда убивает Дарка Но Ку-Ку уже все знает и спокойно расправляется с противником 1-0, Агат берут первый раунд Четвертый, важный раунд Наконец-то после столь тяжелых первых трех поединков у ЦСКА появляется собственное оружие И хороший шанс начать отбивать атаки Но не тут-то было Агатовцы очень быстро действуют и захватывают бомб-пленд-Б ЦСКА такого не ожидали Началась охота на Добера, который успевает справиться только с Дарком Но Хэт оправдывает свой ник и попадает меж глаз бедному в Доберу Шестой раунд Важный раунд для ЦСКА У них опять появляется возможность выиграть его на оружии Добер ухватил калаш, а у Ку-Ку он остался из предыдущего раунда И хотя ЦСКА рассчитывали на атаку бомб-пленд-Б Агата решили действовать иначе Все бы у ЦСКА получилось, если бы не оперативные действия Добера Который убивает сначала Дарка, что останавливает ряд атакующих Потом Веста Далее, пытаясь пройти по центру, агатовцы встречают град пуль и смерть в лице Ганса Минус два Последнего находит и добивает Добер Без потерь ЦСКА берут первый раунд Далее Агат поняли свою ошибку и быстро побежали атаковать Б Минус два от Хэда и столько же от Ку-Ку Раунд почти предрешен Овер убивает последнего Далее нас ждет обычный сценарий раунда Быстрый размен на выходе из Б А затем игроки пытаются действовать не спеша и тактично Поздравляем команду Агат с победой против ЦСКА С таким красивым счетом 16-2 Ребята молодцы В итоге мы можем с уверенностью сказать, что ЦСКА не были готовы к этой игре Не восприняли серьезно противника А удачные действия Агат и отдельных игроков в целом Не дали ЦСКА шанса на достойное сопротивление Важные раунды они отдавали и постоянно не было денег на оружие Смотрите в следующий раз Новые лекции школы выживания в виртуальном мире Вас ждет обзор оружия самой киберспортивной игры Counter-Strike А также новости киберспорта со всего мира И конечно же новые виртуальные бои по самым популярным играм Все это в следующий раз Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова